Здравствуйте! Мы с вами снова находимся в учебном корпусе номер один Приволжского исследовательского медицинского университета. Сегодня мы с вами познакомимся с портретной галереей ученых-медиков, в разные годы работавших в нашем вузе и внесшими достойный вклад в историю развития отечественной медицинской науки и здравоохранения. Портретная галерея располагается на втором этаже и состоит из 11 портретов. Первый портрет на нем Петр Георгиевич Аврамов, доктор медицины, профессор, выпускник Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, диплом лекаря с отличием. Это первый декан медицинского факультета Нижегородского государственного университета. Он также заведовал кафедрой госпитальной терапии, написал и издал цикл лекций по диагностике и лечению внутренних болезней. По этим учебникам учились студенты медфака и студенты 30-х годов нашего медицинского института. У меня в руках эти уникальные издания, которые написал профессор Аврамов. Портрет Петра Георгиевича Аврамова принадлежит кисти московского художника Исаака Яковлевича Шермана и датирован 1937 годом, то есть этому портрету 86 лет. Из 11 представленных портретов 9 принадлежат кисти заслуженного художника России Дмитрия Сергеевича Макарова. Мы с вами стоим около портрета Николая Петровича Синицына. Он выпускник медицинского факультета Нижегородского государственного университета 1927 года, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки. Он 35 лет возглавлял кафедру фармакологии в нашем ВУЗе. Мировую известность принесли исследования ученого в области экспериментальной трансплантологии и экспериментальной хирургии сердца. У меня в руках панцирь черепахи, которой впервые в мире была сделана операция по пересадке сердца. Операция прошла в Берлине, и немецкие коллеги видели через это пластмассовое окошечко конюлю, как бьется пересаженное сердце черепахи. В 1931 году в Нижегородском медицинском институте появился новый факультет охраны материнства и младенчества. Сейчас этот факультет известен как педиатрический. Он один из самых популярных факультетов у наших абитуриентов, поступающих в привожки исследовательский медицинский университет. У меня в руках уникальный фотоальбом. Это первый выпуск педиатрического факультета. Первым деканом педиатрического факультета стал Фёдор Дмитриевич Агафонов, доктор медицинских наук, профессор, выпускник Императорского Казанского университета, диплом, лекарь с отличием. В 1931 году Агафонов приехал в наш город, имея опыт педагогической и научно-исследовательской работы. Он возглавил кафедры детских болезней и госпитальной педиатрии. А это портрет Анатолия Ильича Кожевникова, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки. Он выпускник медицинского факультета Первого Московского государственного университета. Он был первоклассным хирургом, обладал блестящей оперативной техникой, ему были подвластны многие области хирургии. Он создал свою хирургическую научную школу и по праву считается основателем Нижегородской онкологической медицины. У меня в руках удивительный документ. Это свидетельство об окончании Кожевниковым вуза. Посмотрите, в каком он замечательном состоянии. Ректором был Андрей Януаревич Вышинский, впоследствии прокурор Советского Союза, печально известный по судам сталинских репрессий. Николай Николаевич Блохин. Удивительное явление. Эрудированный врач, искусный хирург, опытный наставник молодого поколения хирургов, выпускник нашего института 1934 года. Он защитил докторскую диссертацию по пластической хирургии. Эта диссертация была издана отдельной монографией под названием «Кожная пластика» и удостоена премии «Бурденко» Борис Алексеевич Королёв. Легенда, академик сердца. Он тоже выпускник нашего института 1934 года. Вся его профессиональная деятельность связана с нашим городом. Он возглавлял кафедру госпитальной хирургии, создал свою научную хирургическую школу. Был награжден многими почетными званиями и наградами. Был лауреатом различных премий, одна из которых – премия «Призвание». Он стал первым лауреатом среди нижегородских медиков этой престижной премии «Призвание» в номинации «За верность профессии». Мы стоим около портрета Михаила Вениаминовича Колокольцева. Он тоже выпускник нашего института 1934 года. Первый организатор из заведующей кафедры травматологии ортопедии и военно-полевой хирургии, создатель отечественных дерматомов. Константин Георгиевич Никулин – пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор. В годы Великой Отечественной войны он был ректором нашего института. За военные годы институт выпустил 1848 врачей. Ученые-медики консультировали, лечили в госпиталях и больницах нашего города, проводили научную работу, организовывали всероссийские конференции. Примером – Всероссийская конференция терапевтов 1943 года. Никулин – один из организаторов рентгенологической службы города и губернии. Ефим Львович Березов – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки. Впервые произвел хирургическое лечение стенокардии. Операция носит имя Рейнберга Березова. Также он является одним из лидеров желудочной хирургии. Вот у меня в руках дружеский шарж от одного из его пациентов – Николая Соколова. Кукрыниксы – художники-графики. Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов. Так вот, один из них был пациентом Ефима Львовича Березова. Вадим Габриелович Вагралик – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки. С 1947 года профессиональная деятельность связана с нашим городом и Горьковским медицинским институтом имени Сергея Мироновича Кирова. Он 42 года возглавлял кафедру госпитальной терапии. Основоположник отечественной иглорефлексотерапии, создатель своей терапевтической научной школы. У меня в руках личный стетоскоп Вагралика с его инициалами. Из 11 портретов – один фотокопия. Это Николай Николаевич Трапезников. Он выпускник нашего института 1952 года. Диплом с отличием. У меня в руках личное дело студента Николая Трапезникова. Вы только посмотрите, при вступлении в наш институт он сдал все экзамены на пятерки. С третьего курса он был сталинским стипендиатом, то есть в его зачетке нет ни одной четверки. И госэкзамен он сдал тоже на все пятерки. С 1952 года профессиональная деятельность Трапезникова связана с Москвой, но он не терял контактов со своими земляками. Он прожил яркую, достойную жизнь хирурга-онколога и замечательного человека. На этом наша экскурсия по портретной галереи подошла к концу. Благодарю вас за внимание и приглашаю в учебно-исторический центр Приволжского исследовательского медицинского университета. До встречи!